Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира Личности. Я часто получаю вопросы о том, что такое реальное я, что такое истинное я, чем они отличаются от ложного. И сегодня мы с вами попробуем занырнуть в эту непростую тему. Реальное я. Его можно логически вычислить, практически математически. А можно научиться чувственно, интуитивно понимать, какой удельный вес сейчас реального я, какой ложного. Мы с вами попробуем сделать и то, и то, потому что тот, кто привык логически мыслить, для него будет более приемлем и понятен первый вариант. А тот, кто привык чувственно, интуитивно, для него будет приемлем второй вариант. Итак, логическое вычисление. Лучше всего, конечно, чтобы то, и то было. Но приступим к логическому. Необходимо понимать, где сейчас находится сознание. На данном рисунке приведены четыре крайности. Крайность – идеалистическая эйфория. Это состояние «все прекрасно, все замечательно, все получится, все будет хорошо». Люди так обычно и желают на день рождения или на какие-то праздники, чтобы все всегда было хорошо. Пожелание – это одно, а пребывание в эйфории чревато тем, что можно не замечать ошибки, настраиваться на какой-то идеалистический исход, а реальность подкидывает свои какие-то нюансы. И человек тогда разочарован, попадает в безысходность и так далее. Именно тогда, когда идеалистическая эйфория не подкрепляется реальностью, мы сваливаемся в драматическую депрессивность. Все плохо, все ужасно, все не получится. Я прекрасный человек, я ужасный человек. Я лучший и я худший. Вот первоначально надо понять, не улетело ли куда-то сознание в одну из этих крайностей. Вверх – идеалистичность, эйфория, вниз – депрессивность, драматичность, катастрофизация всего происходящего. Несомненно, каждый из этих пределов надо определять персонально для каждого человека. Это зависит от конфигурации личности. Но я думаю, вы приблизительно можете понять, какое у вас настроение. Я не говорю, что быть с хорошим настроением – это плохо. Я говорю про пребывание в крайности, про избыточную интенсивность. Точно так же и здесь я не говорю, что печалиться или грустить плохо. Я говорю, что когда мы вылетаем в эту крайность, то здесь мы уже не можем находиться в реальности. То есть мы вводим какую-то абсолютную величину по центру, но понимаем, что мы в этот центр как будто не совсем всегда попадаем. То есть настроение то лучше, то хуже, за редким исключением, когда мы в покое. Помимо того, что наше сознание скользит вверх-вниз, оно постоянно забегает или вперед, или же застриет в прошлом. То есть когда мы, например, пришли в гости, мы опаздывали и даже придя уже непосредственно к людям, продолжаем внутрь бежать. Или же мы думаем о том уже, как мы уйдем из гостей. То есть мы не находимся с людьми, к которым мы пришли, а мы находимся или в прошлом, или в будущем, в каких-то своих мыслях. То есть вот находиться здесь и сейчас, говорить с этим конкретным человеком, держать концентрацию на этом достаточно сложно. Это можно заметить по чтению книги, когда вы читаете книгу, а потом как будто застукали себя, что уже куда-то улетели. Итак, сначала нам необходимо появиться, запилинговать себя, присутствовать в точке здесь и сейчас. Не в эйфории, не в депрессивности, не в прошлом, не в будущем, а в настоящем здесь и сейчас. Давайте разберем это все на простом примере. Например, я опаздываю на самолет. Опаздываю на самолет и, помимо того, город, по которому я еду, там пробки. И вот идеалистически я говорю, это все будет хорошо, расслабься, не надо говорить ничего водителю, что ты опаздываешь, все получится. Я закрылась в своем мире, и даже водителю не сообщаю о том, что мне надо побыстрее. Или же, наоборот, я впала в депрессию и говорю, все, я уже не успела, я опоздала, вообще надо выйти, и так далее, и так далее. Или же я начинаю себя ругать, надо было быстрее собираться, ты вечно время рассчитать не можешь, ухожу в прошлое, думаю, как бы я могла поступить. Или же в будущее. Вот ты приедешь в аэропорт, видишь, как самолет залетает, и тогда себе ты задашь взбучку. То есть не присутствие в здесь и сейчас, где надо совершить ряд каких-то действий, которые помогли бы мне достигнуть того, чего я хочу. Когда я в реальности, я тогда сосредоточена на том, что происходит сейчас, максимально включена в реальность, максимально адекватно я ее воспринимаю. И вот эту точку мы сейчас с вами сделаем кругом, мы ее немного расширим, расширим и сделаем большой. Допустим, здесь уже личность научилась пребывать, и она уже понимает, что она между эйфорией и депрессивностью где-то посередине, и присутствует здесь и сейчас, не улетает мыслями. Это можно перед сном тренироваться, есть практики различной концентрации на теле, на дыхании, на кончике носа и так далее, и так далее, на ладонях. То есть эту концентрацию необходимо тренировать. Это не нечто, с чем вы пришли. Это навык. Допустим, этот навык уже тренирован. Тогда мы перемещаемся в это внутреннее пространство и более детально его воспринимаем. Итак, вернемся в такси, в котором сижу я и который опаздывает в аэропорт. Для того, чтобы быть максимально в реальности, необходимо в первую очередь понимать свои реалистические возможности, свои реалистические аспекты. Например, понимание, что ты тревожишься, это как раз о реализме, о реалистичности восприятия. Я сейчас тревожусь, и поэтому мое поведение может быть обусловлено этой тревогой. То есть в этой тревожности я начинаю, это уже зависит от человека, или впадать в полную ничтожность, где я начинаю исчезать, и попадаю в состояние «меня нет», потому что атакую себя аутоагрессией, или же начинаю давить на водителя такси, для того, чтобы он гнал. Когда я понимаю, что я тревожусь, я начинаю корректировать свои слова и свои мысли на эту тревогу. Помимо этого, я понимаю последствия. То есть в этой точке, допустим, я на себя нападаю аутоагрессией, попадаю в состояние «меня нет», то есть запинала себя уже в угол. Я понимаю, что сейчас это пинание усугубит ситуацию. То есть я не смогу адекватно себя вести, если я себя начну атаковать аутоагрессией. Сейчас себе надо помогать пройти этот непростой этап, а не наоборот себя топить. То есть я понимаю свои возможности, свои особенности, и я понимаю последствия этого поведения. Я не выбираю себя топить, себя мочить, себя уничтожать за то, что я опаздываю. Также мне необходимо учесть внешние обстоятельства и присутствие других людей. Я по-прежнему в такси. То есть для того, чтобы понять, каким образом мне мотивировать водителя так, чтобы он стал моим соратником в этом деле, чтобы он стал моим помощником, чтобы мы с ним вошли в сотрудничество, а не в конфликт, мне надо присмотреться к этому человеку. Мне надо понять, кто передо мной. Видите, мы с вами говорим про внутренний мир, мы говорим про задачи внутреннего мира, но уже здесь, в этом примере, понятно, что другие люди оказывают непосредственное воздействие на наши возможности. То есть чем больше у нас умения сотрудничать, не конфликтовать, а сотрудничать, тем больше у нас возможностей. Это сотрудничество, которое сейчас мы разбираем, сидя в такси. И нам также необходимо, когда мы наняты работник или же когда мы руководитель, когда мы решаем любую задачу. Другие люди — это дополнительные наши возможности. И понимать, кто передо мной, понимать, как лучше с этим человеком говорить, мне поможет именно понимание того, какая я. Конкретно, например, сейчас. Я начинаю давить на водителя, например, водитель едет медленно. Ну, есть медленные люди. Из-за того, что я на него давлю эмоционально, он начинает нервничать, начинает совершать много ошибок. И эти аварийные ситуации, наоборот, замедляют скорость того такси, который мне надо, чтобы сейчас ехало быстрее. Или же водитель говорит, я вообще сейчас никуда не поеду, если вы будете на меня кричать. Разные люди бывают, и от личности водителя должно зависеть мое поведение. То есть я его должна откорректировать. Например, я предложу, я вам доплачу, если мы доедем быстрее. Потом необходимо учитывать внешние обстоятельства. Например, когда пробки, то как на пробки повлиять? Никак. Иногда надо смириться с тем, что не получается. И так себе объяснять. Смириться с тем, что не получается. И эти все обстоятельства увеличивают удельный вес реального я. То есть я, которое максимально включено сейчас в реальность. Включено в реальность как внешнюю, так и внутреннюю. Понимание, что происходит со мной, какие я генерирую сейчас эмоции, понимание, какие мои цели, и в то же время понимание, а каковы внешние обстоятельства. Вот это и есть реальное я. Включенность в здесь и сейчас. Невылет в крайности здесь и понимание того, что в этом здесь и сейчас происходит. То есть с помощью этого графика, он условный, мы попадаем в точку здесь и сейчас, а потом расширяем эту точку здесь и сейчас и более детализированно понимаем, каким образом сейчас нам быть максимально включенным в реальность. Эта включенность в реальность в первую очередь благо для нас. и в этой включенности в реальность мы будем максимально контактны, сотрудничающие с другими людьми, умеющими быть гибкими, подстраивающимися под обстоятельства. Многие люди слово «гибкость», «подстраивание» воспринимают сразу как раболепие. «Нет, это не так. Это надо, необходимо. Это нам лично необходимо». То есть сейчас мы с вами разобрали реальное «я я». У нас есть ложное «я». Максимально в ложном «я» я вам сейчас опишу эту картину, а вы уже поймёте, что такое быть в ложном «я». Это когда я мечусь между «всё пропало, нет, я успею», «всё пропало, нет, я успею». И вот то, что я рассказывала. То ухожу в прошлое, когда начинаю себя гнобить, то забегаю в будущее, представляю взлетающие самолёты и так далее. Или же наоборот представляю. Да, можно расслабиться, пусть всё будет как будет. Ложное «я» — это всегда захваченность какой-то эмоции. Эти эмоции могут сменяться, но контакта с происходящим здесь и сейчас нет. Нет понимания, что происходит с тобой. Человек в ложном «я» похож на шар для боулинга, который катится по инерции, как какой-то, захваченный какой-то внутренней тенденцией. Сейчас с вами мы перейдём к пункту, как из реального «я» у нас получается истинное «я». Когда мы говорим про истинное «я», мы говорим про «я», которое раскрывает потенциал. И это не какая-то конечная точка, в которую я зайду, оп, мой потенциал раскрыт. Когда мы говорим о движении реального «я» к истинному «я», мы говорим о процессе, который длится. То есть эволюция сознания, раскрытие потенциала, мы действуем не личности. Чем больше этого мы действуем, раскрытие потенциала, тем реальное «я» ближе к истинному «я». поэтому без обнаружения реального «я», то есть без всех этих предыдущих действий попасть в истинное «я» будет невозможно. Человек будет находиться в замкнутом каком-то мире, субъективном, придуманном. Ему будет достаточно сложно коммуницировать с внешней реальностью другим людьми. Это будет вызывать у него ощущение усталости. Он будет себя чувствовать, делающим какую-то трудную работу. Давайте посмотрим, например, самолётом. Итак, наше истинное «я», «я в самолёте». «Я в самолёте», может быть, например, «я уже открыла свой бизнес», или же «я уже открыла свою практику», или же «я уже записываю видео». То есть для реального «я» необходимо, несомненно, задать какое-то направление. Многие люди интересуются, какое у них предназначение, но при этом они не понимают, какие они. Если бы они понимали свои реалистические аспекты, какие они в точке здесь и сейчас и в целом, то есть всё исследование реального «я» начинается в точке здесь и сейчас. Как вы кушаете, как вы идёте, как вы думаете, как вы выбираете, с кем общаться и так далее, и так далее. И вот это реалистичное представление о себе будет создавать реалистичное представление о ваших достоинствах или ваших недостатках. И тогда не надо будет спрашивать, в чём моё предназначение, оно будет вам понятно, абсолютно прозрачно. Давайте выберем какой-то из этих пунктов. Я хочу, например, открыть свою практику. Неважно, какую. Многие люди представляют это как один шаг или два шага. То есть вот я без своей практики, а завтра она у меня уже появилась. Отсутствует фактор времени и отсутствует понимание, какие именно этапы необходимо пройти для этого. Я вот наблюдала за своим котом, я ему купила такую лежаночку с когтеточкой, и он её проигнорировал, когда она появилась. И я такая, всё, она уже не подходит, надо продавать. Ну, через некоторое время кот начал точить ноготочки на ней, потом забрался, начал спать на ней. То есть ему потребовалось время. Ему потребовалось ни много ни мало, около полгода. Полгода. Для того, чтобы поменять свои рефлекторные итоги, для того, чтобы привыкнуть к этому, начать что-то делать. Вот это понимание, что необходимо время, мы требуем от себя, чтобы мы умели это сразу, мгновенно, завтра. Мы не умеем идти на длинную дистанцию, точно понимая, какие именно действия на этой дистанции мы должны совершить. То есть, чем более детализированное восприятие у человека себя, тем детализированнее у него будет восприятие этого процесса, понимание этапов и понимание действия на каждом из этапов. Вот таким образом Личность из реального Я переходит в истинное Я. Но если человек не хочет познавать своё реальное Я, он находится в ложном, он фантазирует о своих достоинствах, фантазирует о своих недостатках, он не понимает, какое он на самом деле, то выйти в истинное невозможно. В истинное можно выйти только из реального Я. И интуитивно-чувственное пребывание — это когда ты чувствуешь, что с тобой сейчас происходит, что со мной сейчас происходит, и возвращение в точку. Это важно, например, при ведении переговоров, важного разговора, когда ты не думаешь, как быть лучше, как блеснуть, или о том, как ты выглядишь со стороны, ты всё время сосредоточен на пребывании в реальном Я. Именно оттуда ты пытаешься совершать действие, говорить слова, генерировать мысли. Все интуитивно знают, что такое быть в реальном Я. Такое состояние лёгкого просветления, когда чистый ум, ты не захвачен эмоциям, ты не находишься в такой внутренней колбасне, в тумане. И для того, чтобы возвращаться в него, необходимо понять, а где я сейчас? Если мы не понимаем, где мы сейчас, то вернуться в реальное Я невозможно. Потому что, если я понимаю, что я в эйфории, я понимаю, что делать. Понижаем немножко градус, возвращаемся. Если я в драматичности, повышаем градус. Понимаем, что мы сейчас катаем драму, истерику самому себе. И точно так же перелопачивание прошлого, возврата и будущего. Многие люди говорят, я попробовала, у меня не получилось. Да, у моего кота тоже не получилось. С этой лежаночкой подружиться. Дайте себе время. Маленькие, неторопливые шаги с пониманием того, что вам надо на это время. Попробуйте сами сейчас понять, какие крайности еще есть, какие вы улетаете. Это можно записывать самостоятельно или же писать в комментариях. Напоминаю, что у нас длится конкурс. Тот, кто напишет пять комментариев, не под одним видео, а под пятью, это третье. Под этим еще под двумя. И под двумя предыдущими. Тот выберет сам любой вебинар бесплатно. Напоминаю вам, что по вторникам у нас выходит видео для спонсоров. На спонсорство можно подписаться на канале. И тогда вы будете получать дополнительное видео по вторникам. Или же на сайте Ольга Демчук можно оформить подписку. И тогда у вас в личном кабинете будет появляться это видео. Также напоминаю, что вышла моя книга «Реальное и ложное я. Исследование внутреннего мира личности». Ее тоже можно приобрести на сайте и ссылка. И помимо этого мы собираемся в конце января, 28 января, провести вебинар «Как сохранить здравомыслие в хаосе». Я вижу, что сейчас большой запрос на это. И мы попробуем систематизировать, куда мы можем попадать, когда есть общие тенденции, как не скатиться в этот массовый психоз и сохранить свою индивидуальность, сохранить свой творческий потенциал и здравомыслие. Это тоже же есть на сайте и будет ссылочка под этим видео. Желаю вам здравомыслия и до встречи.